Причиной гибели людей в Одесском доме профсоюза 2 мая 2014 года могло стать отравление фазгеном. О такой версии сообщил в Донецке Сергей Искрук. По его словам, он в качестве криминалиста принимал участие в расследовании. Сопоставив факты, разлитие, отсутствие рефлекторных функций организма у погибших, наличие дыма непонятного цвета, не характерного для пожара, можно прийти к выводу о том, что в данном случае использовался хлороформ, который под воздействием огня трансформировался в фазген. Что такое фазген, я думаю, вы все знаете. Это боевое отравляющее вещество. Искрук сообщил, после того, как он дал свое заключение о причинах гибели людей, на него начали оказывать давление правоохранительные органы Украины и националистические подразделения. После угроз и нападения он был вынужден уехать. Я был вызван в прокуратуру Украины, где мне предложили, ну, скажем так, в мягкой форме переписать выводы, которые касаются причины гибели людей. Через некоторое время на меня воздействовали физически. Возвращаясь домой, получил удар по голове. Через два или три дня опять вызвали прокуратуру, уже были в жесткой форме. Начали рассказывать мне о том, что выводы о причине массовой гибели людей неправильные. На что я также дал ответ, что что-либо переделывать и переписывать я не буду. Добавлю, выжившие во время трагических событий говорили, было невозможно дышать. По официальным данным, 2 мая погибли 48 человек. Виновные до сих пор не наказаны. Обвинение предъявлено тем, кто выступал против радикалов. Редактор субтитров А.Семкин